О ходе дела Януковича и насколько может затянуться процесс после самоотвода госадвоката, поговорим с нашим гостем, директором Украинской политконсалтинговой группы Дмитрием Разумковым. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Итак, хотелось бы начать с заявления адвоката. Свой отказ он аргументировал тем, что не состоит в адвокатских объединенных группах и не имеет помощников. Считает, что не справится с этим делом. Скажите, насколько убедительно выглядят такие аргументы? Ну, если суд принял эти аргументы и удовлетворил этот самоотвод, значит, выглядит это неубедительно. С другой стороны, справедливости ради нужно заметить, что действительно законодательство Украины не предусматривает помощников такому адвокату, если он предоставлен обвиняемому государством. И плюс их не может быть 2-3-4 человека. Для одного адвоката обработать весь массив информации, который скопился в тех томах по делу Януковича, которые мы видим и о которых слышим в суде, действительно очень тяжело. Другой вопрос, почему адвокат сразу этого не сделал, понимая, что он не сможет потянуть, извините за сленг, такую работу. Наверное, стоило бы это делать сразу, а не таким образом, в принципе, затянуть процесс, потому что ушло время, было ему отведено время для ознакомления с документами. Потом прошло несколько судебных заседаний с его участием. И только после этого он делает самоотвод. То есть, когда государство назначит нового адвоката, ему снова будут выделять время, дабы ознакомиться и разобраться в том уголовном деле и тем уголовным статьям, которые меняются Виктору Федоровичу. И на это уйдут драгоценные дни, недели, а может быть и месяцы. А хватит ли этого срока, трех недель, по-моему, на то, чтобы найти нового адвоката и чтобы он ознакомился? Найти адвоката хватит. Проблема остается в другом. Не повторится ли ситуация с адвокатом, который сделал самоотвод сегодня? Потому что абсолютно не запрещено и другому адвокату сделать самоотвод. А как часто можно менять? Я не готов ответить, это уже больше юридический вопрос, но, по-моему, они имеют на это право. А каждому новому он будет искать дополнительные причины, почему он не может взяться за это дело. С этим будет... Могут быть проблемы. И второй аспект, если я не ошибаюсь, если у... Это то, о чем говорили, кстати, адвокаты Януковича, которые сопровождают его по другим делам. Если у подзащитного есть заключенный контракт с каким-либо адвокатом, государство ему не предоставляет государственного защитника. По другим уголовным производствам, которые вменяются у Виктора Федоровича, у него есть адвокаты. И тут определенная юридическая коллизия. Возможно, что вплоть до того, что придется вносить изменения в действующее законодательство, дабы выйти из этого клинча и все-таки, чтобы, наконец, правосудие восторжествовало. Учитывая, что Янукович объявил о выходе из процесса, как теперь будет реализовываться судебное решение? Точно так же, как оно бы реализовывалось, будь он, скажем так, участником процесса. Вернее, он объявил это только со своей стороны, но это абсолютно не снимает с него ответственность, как с человека, который является подозреваемым в рамках этого уголовного дела. Это же не значит, что если человек находится под следствием, и он скажет, что я больше не участвую в этом судебном производстве, то ему к нему никаких претензий со стороны правосудия украинского не будет. Это абсолютно не защищает его, не спасает его от ответственности. С другой стороны, действительно, даже если будет вердикт суда, мы с вами, скорее всего, увидим ряд апелляций, и, возможно, потом будет подача в ЕСПЧ. Но поживем, посмотрим это раз. Два. Я не совсем понимаю, когда в связи, особенно с последними событиями, я имею в виду самоотвод адвоката, когда все-таки будет это решение. Потому что его анонсировали на ноябрь месяц, если я не ошибаюсь, но в сложившихся условиях, я думаю, что это будет гораздо позже. Вы заявляли, что Янкович пытается вывести процесс из украинской юрисдикции на уровень Европы. В чем суть такой? Я говорил, в первую очередь, что хотят затянуть процесс адвоката, и, к сожалению, я думаю, что им это удается. И в том числе сегодня мы это видим. Для чего будет нужен выход, скажем так, на международную арену? Дабы придать себе значимости, дабы привлечь дополнительное внимание, но вне территории Украины. В Украине, наоборот, стоит задача всячески замять этот процесс в информационном поле. И, в принципе, опять же, это получается. Потому что если мы с вами посмотрим не сегодняшнее заседание, да, и не заседание, когда выступал Сергеев, а где-то 3-4 заседания тому, то интересы со стороны общественности, со стороны журналистов, он очень сильно упал. Люди устали от заседаний суда, которые ни к чему не приводят. То перенос, то отсрочка, то еще какие-то дополнительные аспекты, которые мешают суду работать. И, скажем так, этому делу придается определенный окрас фарса, и он выводится из публичной плоскости, а таким образом его можно будет затягивать, ну а в дальнейшем, я еще раз повторюсь, подавать дополнительные апелляции, ну и выводить все-таки на уровень Европы, дабы придать себе, я имею в виду в данной ситуации человека, который подозревается в этом уголовном преступлении, я имею в виду Виктора Януковича, придать себе дополнительной легитимности и значимости на международной арене. Ну и есть ли все-таки возможность у Виктора Януковича избежать ответственности? Какие ваши прогнозы? Вы понимаете, смотря что мы подразумеваем под ответственностью. Если мы говорим о том, что будет решение суда, скорее всего оно будет, но давайте не забегать, это будет решение суда, и оставляем это на откуп сугубо ему. Будет решение, и скорее всего бывший президент Украины будет признан виновным по ряду статей в полном объеме, в частичном, ну посмотрим. Но понимание ответственности, это если человек понесет эту ответственность. В сегодняшних реалиях мы прекрасно понимаем, что Янукович не приедет сюда, получив уведомление о том, что он приговорен к энному количеству лет, приедет в Украину, дабы отбывать это наказание. Второй вопрос Российской Федерации. Если мы отправим запрос на экстрадицию, то естественно нам его тоже не выгодят. Поэтому с точки зрения юридической, да, скорее всего, это опять же, чтобы не было воспринято как давление на суд, это субъективное мнение, скорее всего он будет признан виновным. Но вопрос в том, понесет ли он физическое наказание отбывания того или иного срока, на который он будет приговорен украинским судом. Думаю, что нет. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо за беседу. Напомню, у нас в студии был директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков. Ну и наш выпуск продолжается. Редактор субтитров А.Семкин